Прокуратура заинтересовалась работой энергосбыта. Напомню, с 1 сентября жители обязаны сами передавать показания счетчиков энергетикам. Для этого им дали всего 4 дня, но далеко не все поняли, как это можно сделать. По этому делу надзорные органы провели проверку. Подробнее в следующем сюжете. Я уже повторюсь, у меня прям трясти стало, что я нервничать даже стала. До нервного срыва Евдокию Ивановну довели новое правило передачи показаний счетчиков. Несколько дней она не могла дозвониться в энергосбыт для того, чтобы просто уточнить, что ей нужно делать. И тогда отправить показания ей помогла соседка, а не специалисты. Но до сих пор пенсионерка не понимает всех нюансов. Например, как передавать данные, если дома никого нет. Ведь на днях она ложится в больницу. Я даже сейчас переживаю, что до 23-го это точно меня положит. И как вот снимать показания, я даже не знаю. И таких людей тысячи новостей 24 рассказывали про ажиотаж, который начался 24 сентября. Вся техника была перегружена людьми, которые пытались не просто передать показания, а что-то уточнить, выяснить, начиная от номера лицевого счета до вопросов, а зачем это, кому это нужно и так далее. Люди обрывали телефоны горячей линии для того, чтобы просто понять новые механизмы. Интернет есть далеко не у всех, да и перейти в рабочее время мог не каждый. Как оказалось, этого и не требовалось. Самостоятельно передавать показания должны только те, кто заключал договор с энергосбытом напрямую. Таких в Красноярске единицы во многих же домах данные централизованно передают ТСЖ и управляющие компании. От того, что этот момент не разъяснили, поднялась шумиха. Недоработка энергетиков заинтересовалась прокуратура. Исполняющим обязанности прокурора края, генеральному директору ООО Красноярска на Газбыт, внесено представление с требованием провести работу по размещению в СМИ полной информации о произошедших изменениях. Несмотря на то, что неясные для потребителей моменты разъяснили, к ситуации подключились краевые депутаты. Сегодня они заявили, что имеют массу претензий к новой системе оплаты электроэнергии. Будут выяснять их на обсуждении на ближайшей сессии ЗАГСобрания 11 октября. Захар Письменник, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.